Столица Одна невзгода, одно веселье, общий труд. Ее дела, любовь народа ей право первенства дают. За Русь не раз она горела, встречая полчища племен. За Русь не раз она терпела и поношение, и плен. Ее удел всегда тревожить врагов России заклятых. Ее унизить, уничтожить не раз пыталась злоба их. Но в страх врагам, но в радость краю она великая, сильна. И старый клич я поднимаю, да вечно здравствует Москва. Субтитры подогнал «Симон» Наше путешествие полутора километровое всего. Мы начнем сегодня от площади Дзержинского. От, как говаривали в старину, Лубянской площади. Слово «Лубянка» встречается уже в рукописях 15 века. Его занести в Белокаменную переселенцы из Новгорода в память о новгородской улочке Лубяницы. Древняя Мясницкая, ныне улица Кирова, ровесница Лубянки. Не разом строилась она. Точно своенравная река, то и дело меняла свое русло. Езживал по ней молодой царь Петр. В Преображенское, в немецкую слободу. О Мясницкой вспоминал в стихотворении «Дорожные жалобы» Пушкин. Часто упоминается Мясницкая в стихах Маяковского. Решением Моссовета поэту был предоставлен кабинет для работы здесь, на Лубянском проезде. Припоминайте? В комнате двое. Я и Ленин. Фотографии на белой стене. За этим столом рождались строки поэм «Хорошо», «Во весь голос», «Проэто». В 1974 году тот открылся Государственный музей. Более двух тысяч экспонатов в пяти залах. Неподалеку от домов лесоторговца Стахеева, где жил Маяковский, дом фарфоровых и стеклянных королей Кузнецовых. Облюбовала Мясницкую именитое московское купечество. И особняк, что напротив кузнецовских чертогов, приобрела тоже купчиха первой гильдии, обидена. Платила она, конечно же, за землю и строение, а стала владелицей исторического памятника. Москва, Мясницкая, дом черткова. Этот адрес знала вся российская интеллигенция. Александр Дмитриевич Чертков был человеком ярким, разносторонним. Историк и нумизмат. Один из организаторов московского ополчения, участник европейских походов. Он посвятил свою жизнь в собиранию книг на всех языках, говорящих об одном предмете – о нашей России. Уникальной библиотекой черткова интересовался Пушкин. Ею пользовался Лев Толстой, работая над войной и миром. В гостях у Александра Дмитриевича бывали Жуковский, Погодин, Щепкин, композитор Роберт Шуман. Гоголь не раз читал здесь свои произведения. После смерти хозяина вся библиотека, 22 тысячи томов и богатейшая нумизматическая коллекция были переданы, согласно его воле, в дар родному городу. Сегодня мы видим улицу Кирова по облику, по рисунку, такой, какой стала она к началу нашего столетия. Стара пословица. Кто платит, тот и заказывает музыку. Не жалели мошные купцы. Строили обиталище для них, сообразно их вкусом. Подписывай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова